Иногда случаются невероятно синхронные события. Такие синхронности просто ошеломляют. В то же время они настолько совпадают с вашими учениями, что, можно сказать, происходит нечто удивительное. Как получается такая синхронность? Эта синхронность приводит в действие ваш незадействованный потенциал, который начинает раскручиваться благодаря вашей работе с событиями. При этом раскручивание потенциала может происходить неосознанно, в другой реальности, в другом измерении, на другом уровне. Ведь вы работаете не только на уровне третьего измерения. Параллельно вы трудитесь на других уровнях, в других реальностях, в других измерениях. Мы говорим об измерениях, хотя это слово не совсем точно выражает смысл. Измерения связаны прежде всего с разными уровнями вибрации. Но мы продолжаем использовать слово измерение. Для проявления синхронности между двумя людьми необходимо, чтобы оба человека были очень восприимчивыми и чувствительными по отношению друг к друга. Синхронность определенных событий может быть вызвана мыслями, порожденными людьми, хорошо чувствующими друг друга, и делать это они могут совершенно неосознанно. Но речь здесь идет не о телепатии, потому что вы еще ею пока не владеете, хотя она тоже может привести к синхронности. Многие вещи вокруг вас и в вас могут время от времени создавать синхронности. Они могут повторяться часто в какой-то период времени и затем исчезнуть на какой-то срок, на несколько месяцев или даже на несколько лет. Синхронность является составной частью закона резонанса между людьми, а также между событиями. Каждое событие порождает энергию, которая может вызывать или не вызывать синхронность. Ваш интерес к этому вопросу вполне нормален. Со временем у вас начнут проявляться многие другие способности. В вашей жизни будут происходить намного более удивительные вещи, чем синхронность. Вот то, что мы хотели сказать по поводу этого вопроса. Мы попытались ответить как можно проще. Можно было бы ответить и по-другому, но мы предпочли ответить так. Моник Матье.